В телеграм-канале администрации Самары вести с Дворянской напоминают, что остались считанные дни до старта лыжного марафона Соколь-Егоры. Соревнования пройдут в субботу 28 января на территории Чайки. Зоны парковки обозначены на карте, указанной на страничке телеграм-канала. Въезд по номерам участников. Старт на дистанции их 11, 17, 34, 50 километров будет дан справа от стартовой поляны. На второй круг участники будут заходить без разворота, проходя через стартовый коридор. Финиш с разворотом на 180 градусов. Все участники получат майки-номера. А также всех финишеров ждут медали, кроме дистанции 2,5 километра. На трассе будет 5 пунктов питания, 2 пункта для замены палок. Будут дежурить 2 бригады скорой помощи. Что учесть при выделении доли и при покупке жилья с использованием мат-капитала, рассказывает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Если на приобретение квартиры или дома использован материнский капитал, всем членам семьи нужно выделить доли. Супругу, каждому ребенку, в том числе и рожденным позднее. Если доли не выделены, пенсионный фонд или прокуратура вправе оспорить сделку по продаже квартиры или подать иск о выделении долей. Потребовать возврата мат-капитала в бюджет. Направить материалы проверки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Размеры долей определяются по соглашению. Они могут быть равными, например, по 1,4 или в другой пропорции с учетом доли, которая оплачена частью мат-капитала. При использовании материнского капитала на ипотеку доли нужно выделять после снятия обременения. При покупке квартиры без кредита можно сразу оформить доли на всех членов семьи. В день студенчества телеграм-канал Ленинского района опубликовал информацию о полезных сервисах для учащихся вузов. На госуслугах есть онлайн-сервисы для тех, кто продолжает обучение после школы. Например, там можно подать заявление на замену паспорта в 20 лет, а также при изменении личных данных, зарегистрироваться по месту пребывания, что удобно при переезде на учебу в другой регион. Оформить электронный полис ОМС и показывать его с телефона, чтобы не носить с собой бумажный бланк. Оформить пушкинскую карту и оплачивать билеты в кино, музей, на выставки или концерты. Получить загранпаспорт для стажировок или путешествий. Зарегистрировать брак и получить водительское удостоверение.